Дорогие друзья, всем привет! Я думаю, практически каждый из нас хотя бы раз в жизни употреблял вот такую вот штуку. Витаминно-минеральный комплекс. А когда люди их едят, что они делают правильно? Они писают той самой оранжевой мочой, о которой все говорят, да, и делятся друг с другом впечатлениями, когда это происходит. Когда-то, ну, по крайней мере, это было на моей памяти лет пять назад. Все мое окружение пиво, OptiMan, Animal Pack, куча других комплексов. Возможно, сейчас кто-то из вас продолжает это делать. Я думаю, тема не теряет своей актуальности. Ну, мы, соответственно, писали, ходили оранжевую мочу вместе, делились своими впечатлениями и неистово верили в то, что, ну, наконец, вот эта штука поможет улучшить мышечный рост, восполнить витамины и минералы в нашем организме простым, вроде бы, казалось бы, логичным, классным способом. Идея ведь классная, реально классная. Но, ребятки, все здесь не так просто. Как бы, как бы не так. Давайте разбираться в этом вопросе. И сегодня, я думаю, вас ждет очень много интересных открытий по этой тематике. Итак, давайте разложим эту тему по полкам. В нашем организме порядка 13 витаминов, но это не точно, так как споры насчет статуса некоторых не утихают годами. Например, витамин D3 выполняет еще и функцию гормона. Минералов вообще больше 70. А ученые регулярно находят в нашем теле следы новых. Их участие в обмене веществ нашего организма исчисляется сотнями, тысячами реакций, каждая из которых важна как по отдельности, так и в синергии с остальными. Как видите, организм штука не самая простая. И если мы употребляем витамины и минералы не в виде натуральных продуктов, в которых сама природа все это правильно уже упаковала, а делаем это извне, мы сталкиваемся с таким понятием, как антагонизм тех или иных веществ. Они просто не могут усвоиться параллельно, одновременно. Либо очень сильно друг другу мешают. К примеру, из самого банального это витамин D и E, железо и цинк. Примеров можно привести сюда кучу. И как оказалось, ребята, практически все мультикомплексы, которые сегодня представлены на рынке, содержат более 60% элементов в своем составе, которые взаимно угнетают друг друга. То есть они не могут нормально усвоиться и уживаться вместе. А мы принимаем это в одной таблетке за раз. То есть это парадоксальный процесс на самом деле. Ребята, у тех, кто захочет разобраться поглубже, могут закономерно возникнуть множество вопросов. Например, а как же тогда витамины и минералы усваиваются, когда мы едим обычные продукты питания? Там что, нет антагонистов, что ли? На этот и другие ваши вопросы мы ответим в нашем телеграм-канале в формате отдельного поста. Ссылка в описании. Если мы возьмем OptiMan, например, то тут почти весь состав состоит из антагонистов. Большие дозировки не вполне решают эту проблему, потому что большая часть из них все равно выводится через выделительные системы, при этом довольно серьезно их нагружая, что не очень хорошо для здоровья. Идем дальше. Чтобы витамин и минерал усвоился, он должен находиться в подходящей для организма форме. Только тогда он сможет правильно его распаковать и встроить туда, куда нужно. Поэтому лучше, когда витамин В12 в форме метилкобаламина, а не цианкобаламина, примеров можно привести массу. Просто сравните. Один лишь витамин В12 в нормальной форме стоит как четверть упаковки OptiMan, в котором десятки веществ. Здесь тоже все предельно логично. В чем главная задача приема витаминов и минералов? Восполнить их дефицит в нашем организме. Все. Нам от них больше ничего не нужно. Мультикомплексы же, как правило, это история про всего понемногу. Это как мертвому припарку. Особенно, если мы говорим про аптечные комплексы. Спортивные же, да. Порой кладут огромные, даже конские дозировки, типа Animal Pack. Но вот те раз. Плохие формы. Куча антагонистов. И, как правило, на практике от этого никуда не деться. Мы, конечно, можем закрыть на это глаза, но при этом важно понимать, что мультикомплекс никогда не решит поставленную мной в начале задачу. Он просто для этого не создан. На практике, как правило, необходимо точечно покрывать дефициты нормальными формами и дозировками, при этом анализируя ситуацию за счет сдачи анализов. И даже при этом подходе может понадобиться не один месяц, чтобы покрыть тот или иной дефицит. Так было лично у меня. Мы изучили и сравнили составы самых популярных комплексов. Их можно разделить на две группы. Аптечные и спортивные. Аптечные почти всегда содержат плохие формы веществ в очень низких дозировках. А антагонизм добивает эти крохи нутриентов и сводит общую пользу к нулю. Спортивные чуть лучше. Да, там выше дозировки. Иногда встречаются хорошие формы веществ, но антагонистов по-прежнему очень много. Простыми словами, мы не нашли ни одного комплекса, который можно было бы оценить выше, чем на 5 из 10. Какой-нибудь Адам от фирмы Нау еще более-менее, 6 из 10. Но даже там достаточно антагонистов. Лично для меня это уже сигнал к тому, чтобы пройти мимо. Мультикомплекс бьет по большим площадям. И его не волнует, что одного витамина у вас в избытке, а другого наоборот недостаток. Соответственно, по-первыхому у вас может случиться передозировка, а дефицит второго просто не покроется, так как концентрации не хватит. Также у каждого из нас дефициты свои. И в комплексе может просто не быть того, что вам нужно именно сейчас. Вы просто будете продолжать себя плохо чувствовать. Окей, а как же тогда все-таки быть? Первое и самое главное. На сегодня единственное рабочее эффективное решение – сдать анализы, понять общую картину и точечно покрыть дефициты, которые у вас есть, используя и правильно комбинируя хорошие формы веществ. Это самый правильный путь. У меня был опыт приема практически всех витаминно-минеральных комплексов, о которых мы говорили сегодня. Но примерно год назад я решил в эту тему углубиться чуть глубже. Изучить вопрос, понять связи, закономерности, пошел сдавать анализы. И моему удивлению не было предела, когда увидел просто тьму дефицитов, причем довольно серьезных. Хотя при этом я вроде бы следил за питанием, лет 17 очень серьезно. Занимался спортом, да, употреблял БАДы и так далее. Реальные изменения в здоровье, в самочувствии, в качестве жизни – парадоксально, но начались… Хотя почему парадоксально? Начались именно тогда, когда я пошел по этому пути. Проще, но затратно обратиться к специалисту и сделать под ключ. Если решите разбираться самостоятельно, это абсолютно реально, просто немножко нужно времени, внимания и чуточку усилий. Эта тема не так сложна, как ее молюют на самом деле. Если у вас в руках структурированная информация, все разложено по полочкам, то буквально за несколько часов уже можно в нее в достаточной мере углубиться для того, чтобы начать делать первые шаги и постепенно в этой теме развиваться и получать опыт. Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем мы разберем эту тему и снимем по ней пошаговое руководство. И если вы все-таки хотите попадать в удачу с мультикомплексами после всего, что сегодня было озвучено, то следите, чтобы было как можно меньше антагонистов, а формы и дозировки веществ были в порядке, в идеале разделены на разные таблетки. Мы специально подготовили наглядную таблицу, которая поможет вам в этом. Ссылка, как всегда, в описании. Но на мой взгляд, если уж придерживаться концепции пить что-то наобум, то я бы предпочел пить добавки, которые в дефиците у 90% из нас, и их допустимо пить без сдачи анализов. Вы их видите на экране. Сбалансированное питание. Ребята, это база, которая даже не обсуждается. 2-3 фрукта, а лучше горсть ягод и тарелка салатов в день это тот самый оптимум, от которого необходимо стартовать. Если у вас этого нет, ну, как бы уповать на то, что вы хоть какие-то витамины, минералы будете получать, просто не нужно, потому что из гречки, риса, прочих элементов ну, этого вот столько. Вот столько. И это не только бананы, огурцы и помидоры. Разнообразие в этом вопросе – это ключ. Но в 90% случаев питания, к сожалению, тоже недостаточно. Да, если мы хотим выезжать за счет питания, оно должно быть у нас суперпродуманным, а это не быстрый процесс, это нужно научиться выстроить его грамотно, найти хорошие и качественные продукты, с чем сегодня у нас тоже проблема. И желательно с кишечником, как минимум у вас все должно быть хорошо. И еще, желательно все это делать с детства, потому что большинство дефицитов копятся как раз-таки с малых лет. Казалось бы, молодые ребята, лет 16-18, для которых каждый витамин и минерал сейчас критически важен для роста, построения мышц, скелета, развития всех систем, они уже повально ходят с дефицитами. Поэтому, дорогие родители, если у вас есть возможность сейчас этот вопрос взять под контроль, обязательно сделайте. Это база, это необходимость для правильного, корректного формирования вашего ребенка. Плюс тема питания, качество продуктов, которые сегодня лежат на прилавках наших магазинов. Ой, ребята, это такой большой и очень непростой вопрос, который, безусловно, необходимо будет нам решить. Но давайте делать это последовательно, постепенно и работать сегодня хотя бы с тем, что мы имеем. Ну и напоследок, ребят, нельзя не отметить, что мультивитамины – это флагманы продаж в индустрии добавок на уровне с витамином С, о котором знают и говорят практически из каждого утюга. Здесь все строится на двух базовых принципах работы мозга и экономического рынка. Наш мозг любит простые универсальные решения, а лишний раз напрягаться не любит. А бизнес просто эксплуатирует это. И все. Так было всегда. В конце концов, он нам не мама, чтобы о нас заботиться. Лично я считаю, что сегодня просто никуда без полной ревизии всех областей своей жизни. Если уж мы-то ее не контролируем, то это обязательно сделает кто-то другой. Я вас поздравляю, сегодня мы сделали важный шаг и поняли, что мультивитамины – это скорее не наш выбор. И здоровье – это не вопрос одной таблетки, а это комплексная и планомерная работа над собой. Развивайтесь, ребята. А мы поможем. Честь имею. Я думаю, хватит. Что это? Хуйня. Для роста, построения мышц, скелета. Когда я увидел огромную тьму дефицитов у себя. Хотя, как сказать... Верн, по-твоему, я в порядке? Да я намелей в полнейшей депрессии. И я сомневаюсь, что вдруг стану богатым и знаменитым благодаря какой-то блестящей таблеточке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok